поделитесь пожалуйста ваикра каналом потому что когда вы учите тор тору глава и мор сегодня у нас и третья глава мишли третья глава мишли притчи царя соломона сегодня моя любимая глава самые там такие вещи которые я считаю что ее надо читать каждый день вот кто ее будет читать каждый день у вас прям жизнь улучшится невероятно все поехали значит сегодня у нас глава эмор эмор значит скажи скажи и в этой главе в этой главе интересно что в этой главе 63 представьте себе 63 заповеди то есть из всех 613 заповедей здесь почти 10 процентов этой главе и значит всего 52 главы а в этой 10 это вторая по количеству заповедей глава втория то есть глава пицца в там 74 заповеди 74 легко запомнить это айн дарит айн это шма последняя буква шма израиль слушай израиль айн это шма 70 на иврите а дарит это эхад бог один дарит это один это сокращение шма израиль ашам эхад значит а здесь 63 заповеди и вот мы читаем эти заповеди большинство к нам не относится смотришь сегодня мы это к сожалению выполнять не можем но мы видим насколько насыщенная в духовном плане жизнь была у людей три тысячи триста года назад когда тора была получена и до разрушения второго храма значит получается 1300 лет примерно было до разрушения второго храма две тысячи лет назад разрушен второй храм и когда разрушен храм больше чья заповеди мы к сожалению делать не можем не можем а так бы мы были бы все время бы заняты заповедями теперь в в этой недельной главе есть заповеди которые все-таки относятся к нам из шестидесяти трех понятное дело что должны быть заповеди которые относятся к нам сегодня и это как раз сегодняшний отрывок третий день третий день главы значит в нем рассказывается о чем о праздниках о праздниках и праздники они касаются они касаются всех нас сегодня вот здесь перечислены все праздники и заповеди связанные с праздниками и как раз сейчас вот я хотел бы с вами обратить внимание что сейчас идет так сейчас секундочку вот вот здесь идет да и сказал бог маша в дп рашем или маша лимор и сказал бог маша рабы ну говоря добры дни израэль в амарталием скажи сынам израиля и говори им говорит объясняем модель ашем ашер текру там микро и кодыш или младай значит времена периоды до моет это как период и расскажи им про периоды бога ютка и вовка это бог который творец мироздания которые будут они называть их эти времена то есть их нужно называть и запоминать значит микро и кодыш будут их называть значит времена святые названия до микро и кодыш и вот это какие праздники значит представьте себе вот мы же находимся в таком в мире в который все время меняется вот вокруг человека все постоянно меняется только ты проснулся значит вчера было холодно сегодня тепло вообще другая жизнь выходишь на улицу вчера холодно сегодня тепло солнышко светит и ты такой прямо ну вот по-другому себя чувствуешь потом ты выходишь я живу рядом с лесом вышел в лес вообще другая реальность попадаешь вообще в другую реальность потом значит будет полдень потом будет заход солнца потом будет ночь новая реальность теперь сейчас весна весна в израиле уже начинается лето а потом то будет осень осень вообще другое выходишь дождь зима холодно весна все расцветает то есть мы видим что окружающая реальность меняется и вместе с ней меняется внутреннее состояние человека то есть мы мы все время находимся в реакции на внешние внешние обстоятельства человек подстраивается да так устроена система теперь здесь бог нам говорит о том тора нам говорит о том что есть духовная реальность есть особые времена когда когда вот мне очень понравилось когда-то сравнение равдеслер говорит это сравнение что мир похож на поезд который ездит по спирали и останавливается все время каждый год на разных станциях вот эта станция песок до 1 месяц года из 12 месяцев месяц ниссан и не месяц ниссан это месяц когда когда начинается такая яркая весна и на 15 день этого месяца в полнолуние совпадает и солнечный цикл когда где находится вся эта ну наша солнечная система она находится в месяце который называется ниссан месяц чудес не нас это как чудо и в этот песок сам песок он не в первого ниссана он в полнолуние добавляется еще влияние луны бах и это особое время значит его нужно провести по особенному только в это время поезд заехал на станцию песок потом после песок а здесь вот как раз этого начинается но но первое время которое выделяет бог в этой главе знаете какое значит первое время шешу тямим тасэм лаха шесть дней делай свою творческую работу меня мир работой меня себя создавая твори шесть дней делай работу убоем ашвеи а в день 7 шаббат шабат он шабат остановка 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 остановочка если летом русский дословно перевести останавливается все микрокодыш это время святое коль на халютасу не делайте никакую работу остановитесь вот просто шаббат это остановка от творческой деятельности остановиться никакую работу не делайте, шаббат и ляшем, это время для Бога, то есть в это время вы соединяетесь с Богом во всех ваших поселениях, везде так работает, то есть первое святое время, которое наступает каждую неделю, каждую неделю мы заезжаем в эту станцию шаббат, которая знак союза с Богом, если ты не останавливаешься в шаббат, значит ты не веришь, что Бог шесть дней делал мироздание, на седьмой день отдыхал, значит у тебя вообще связи со Всевышним-то особо и нету, теперь каждый седьмой день ты останавливаешься от чего ты останавливаешься, от своего эго, которое постоянно что-то делать надо, надо делать, 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 стоп, есть только я и Всевышний, все, Всевышний все делает, это его мир, это он этот мир запустил когда-то и он работает, работает, я в него пришел, я из него уйду, мир будет дальше идти, значит седьмой день каждый я останавливаюсь и об этом вспоминаю, день посвящен тому, чтобы обновить свою связь со своей душой, а моя душа соединяется со Всевышним, все, пошла вот эта вот божественная энергия, пошло то, что называется шаббат основа благословения, потому что ты можешь делать любую свою работу, если нет благословения, то оно все впустую. И вот в шаббат ты набрался благословения на всю неделю, то есть ты уже понимаешь, что ты с Богом, Бог с тобой, все, поехали. Теперь дальше. А вот это сейчас идут другие времена, вот эти периоды святые, которые их называют именно по временам, есть еще периоды святые. Шаббат каждый седьмой день, а что у нас есть еще? Бе Ходеш Аришон, в первый месяц, как я уже сказал, Ниссан, Бе Арба Асар Ля Ходеш, 14 числа этого месяца, Бен Арбаем, между Арбаем это, значит, в сумерти, когда мы урав, когда день уже уходит, солнце зашло, а звезды еще не вышли. И вот это время называется сумерти, оно смешано, оно вообще вся наша жизнь, она заключается в том, что все смешано, а нам нужно все разделить, и чтобы все стало ясно. И вот в день, в день вот этот вот 14 месяца Ниссан наступает в эти сумерти Песах Ля Ашем. Песах, само слово, Пасах это перепрыгнул. И Песах Ля Ашем, когда ты прыгаешь прямо ко Всевышнему, как был прыжок, выход из Египта, из рабства, когда они были рабами, прям вообще самые угнетенные, у них не было своего имущества, своей воли, их все время заставляли делать какую-то работу. И в этот момент ты, потом они прям Всевышний их вывел на свободу, и они выскочили прямо из этого состояния своего. И также каждый месяц Ниссан 14 числа в Песах можно выпрыгнуть к Богу, да, прям прыгнуть туда, да, перескочить на следующий духовный уровень, освободиться от ограничений. 15 числа, то есть 14 в сумерти это начинается, 15 числа значит Хаг Мацот Ля Ашем, это праздник Мацот. Мацот это специальный пресный хлеб, где есть только вода, мука, которые сразу зажарены, для Бога. 7 дней кушайте эти Мацот. То есть уйти надо от всего квасного, 7 дней на Маце, это праздник для Бога. Байома решен микрокодыш и Елахем. В первый день из этих 7 дней, пусть у вас будет святой день, никакую работу не делайте, и приносите жертвы, 7 дней приносите, когда был храм, жертвы Богу, в 7 день тоже будет у вас, значит, день, когда нельзя работать. Между первым и седьмым днем, полупраздничные дни, когда надо каждый день праздновать, но это, ну можно делать работу. Хорошо. Двигаемся, дальше идет объяснение про все праздники. Какой у нас следующий праздник идет, кто знает? Сейчас. О! И дальше идет, смотрите, дальше нам идет здесь прямо заповедь, которую мы сейчас выполняем, заповедь сферата омер, считать омер. Это очень заповедь, чистая психология, вообще психологический тренинг. Значит, после ПСХ нужно было принести в жертву хлеб, который было приношение, только не хлеб это был, а это было сэура, это рожь, ржаная каких-то, ржаного приношения, да? Значит, так, вот этот омер, это было ржаное такое приношение. И потом нужно было каждый день считать, считать вот первый день от омера, второй день от омера, третий день от омера, четвертый день от омера. Вот сегодня двадцать седьмой день от омера, сегодня. Потом, значит, и так мы считаем семь полных недель до сорок девять дней, семь недель, и на пятидесятый день дарования Торы Шавот. На пятидесятый день евреи, когда вышли из Египта, получили Тору. И тогда приносится в дар хлебный дар, хлеба, из муки уже. И здесь очень интересно, очень интересно здесь, значит, метафора, что каждый день, каждый день, когда мы идем, считаем этот омер, мы работаем над каким-то качеством, над каким-то качеством характера, которое, которое нужно в себе исправлять. Там милосердие, ячменное, да, ячменное, спасибо, да, не ржаное, ячменное. И мы каждый день, семь недель, исправляем какие-то качества характера. И идем мы от вот этого вот ржаная мука, ячменная мука, я даже не знаю, что такое ячменная. Ячменная мука, вот это вот Мы были рабами. Рабами мы у кого были? У кого человек все время в рабстве? Человек все время в рабстве у своего эго, у своего эмоционального внутреннего животного. Мы все время все находимся в рабстве. Вот у меня сейчас прям конкретно, мне нужно сейчас вот рационально, я знаю как правильно, а внутри мне не хочется, мне мешает, мне что-то страшно, мне тоже. Почему? Потому что мое внутреннее животное и мое эго, они не работают по рациональным законам. Они работают по запрограммированным законам, которые запрограммировались когда-то. Значит, внутренняя корова, инстинкты, они работают, это вообще Всевышний запрограммировал. А эго это то, что возникло когда-то в результате воспитания, опыта, каких-то событий в прошлом. Да? И теперь вот эта вот вся путаница интеллектуальная, которая запрессована в подсознании, она, когда человек что-то выучил новое, что-то понял, что-то осознал, ему говорит Тора, да, будь спокойным, будь веселым, будь радостным, будь добрым. То есть избавься от вредных привычек. Но все же знают, что надо делать зарядку, надо учиться, надо быть спокойным, хорошим, веселым, добрым человеком, радоваться жизни. А что получается? А получается, что человеком управляет его вот это подсознание, то, что сегодня как принято называть, подсознание, у него все его плющит, колбасит, внутренние противоречия, все. Значит, 49 дней мы учимся ежедневно управлять собой, управлять собой, выстраивать свои качества. И есть такая мишнапертия. Вот Дерех Эрец Кадмали Тора. Дерех Эрец – это характер, это качество человека, они стоят раньше Торы. Почему они стоят раньше Торы? Потому что если у человека нет вот этих вот хороших качеств характера, доброта, например, один человек добрый и скромный, ему легко принять Тору, потому что Тора говорит, надо быть добрым и скромным. А другой недобрый и наглый и не скромный. И что? Ему Тора говорит, надо быть добрым, надо быть скромным. Ему легко будет быть добрым и скромным? Нет, ему нелегко. И как вы думаете, кто побеждает? Внутри его качества или побеждает Тора рациональное? Вообще сильнее качества. И огромная нужна поддержка небес, нужно прям просить Всевышнего, чтобы он дал нам возможность исправить прежде всего свои качества. И вся Тора нужна для того, чтобы исправить свои качества. И все заповеди, все праздники, все это нужно для того, чтобы стать внутри, по сути своей, божественным человеком. Теперь третья глава Мишлей, притча царя Соломона. Моя, почему любимая, одна из любимых глав, тут есть, обычно я нахожу там один-два отрывка в главе, которые прям хочется запомнить и по ним жить. В этой главе, наверное, таких отрывков есть половина, где-то 15-20 из 30. В среднем в каждой главе Мишлей 30 отрывков. Всего 915 отрывков в 31 главе. Вот третья глава, давайте сейчас откроем. Всем советую заказать эту книжку и каждый день по ней изучать по одной главе. Я вам гарантирую, что если вы будете каждый день в течение года изучать по одной главе, то есть вы за месяц будете заканчивать всю книжку и потом еще раз начинать, одну главу изучить, это 10 минут в день. Вы полностью, у вас будет совершенно вообще другой подход к жизни. К чему он приведет? В этой главе третья как раз написано. Значит, первый отрывок. Бни, сынок, говорит царь Соломон от имени Всевышнего. Тору мою не забывай, умит сватай и цор ли беха. То есть, тору мою не забывай, нужно, чтобы тора, которую мы изучаем, она была, не просто послушал урок и забыл. Она должна быть, перейти на твое подсознание. Тору мою не забывай, и мои заповеди, то, что надо делать, и то, что делать нельзя, и цор ли беха, они пускай будут в твоем сердце сохранены. Это очень важно, чтобы твое сердце, сердце это мышление на языке мудрецов, чтобы твое сердце, когда ты думал, что сделать, оно тебе выдавало сразу заповедь, 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 заповедь. Понятно, да? То есть, когда человек думает, что сделать, у него всплывают из подсознания какие-то информационные блоки. Так вот, пускай всплывают тора и заповеди. И что будет? Второй отрывок. Теорах ямим, долгие дни, ушнот хаим, и долгие годы жизни, вэшалом, и будет у тебя шлымут, совершенство и мир, иосиф улах, они добавят тебе. То есть, тора и заповеди, если ты их делаешь, они добавляют долгие дни, у тебя в течение дня ты успеваешь делать невероятные вещи. Годы жизни, у тебя годы жизни наполненные, и шалом, у тебя все происходит в мире с собой, во внутреннем таком, как сказать, во внутреннем спокойствии. Это все добавят тебе слова торы. Милосердие и истина не оставят тебя. Потому что, если ты идешь по торе, ты знаешь, где добро, где зло, где правильно, где неправильно. Кашрем альгар-гаратеха, завяжи их на горло свое. То есть, как запомнить? Повторяй, вслух повторяй, повторяй, читай, повторяй. Кашрем альгар-гаратеха, повяжи их на горло свое. Катвем альлуах-либеха, запиши на скрижалях своего сердца. Значит, сейчас у нас глаза замылены. Мы видим постоянно, у нас такие информационные катки просто прокатываются по мозгу каждый день, что люди за жизнь столько не получали информации, сколько мы получаем за один день. Я сегодня утром был в лесу. Лес, тишина, птички поют, цветочки, какие-то тишина такая вообще. И вот ты сидишь в этой тишине, на небо посмотрел, ну на деревья, ну ты рассмотрел эти цветочки, камешек рассмотрел, там муравей пополз. То есть, очень сильно обостряется внимание. И раньше, когда люди учили Тору, не было же книг, сколько сейчас. Вообще, книги люди переписывали от руки. И вот ему попался свиток Торы. Попался. И он смотрит на этот свиток, и он его как фотографирует. Он глаза закрывает, и у него полностью видно внутри то, что он видел глазами. У нас сейчас единицы людей обладают фотографической памятью. Раньше практически все люди обладали фотографической памятью. И они видели, то, что они видели, они запоминали. Это то, что здесь написано. Завяжи слова Торы на горло свое, то есть повторяй их вслух, запиши их на скрижалях своего сердца, на своем подсознании. И что будет? Четвертый отрывок. И ты найдешь милость и хорошее отношение. Сахельтов – это хорошее восприятие, да, такое доброе восприятие в глазах всесильного Бога и людей. Человек, который идет по Торе, понятное дело, что он никого не обидит, никого не обманет. Вообще со всеми будет в хороших отношениях. Будет делать добро каждому. И, конечно, он найдет милость в глазах Бога и людей. Это две вещи связанные. Потому что Всевышний с нами общается через людей. И если, написано это в Пертеа вот, что «Коль шерох обреет ноах и мену, каждый, что дух созданий». «Ноах» – это удобно с человеком. «Рох амаком, ноах и мена» – так же Всевышнему удобно с этим человеком. То есть, если человека любят, если он удобный, если он добрый, если он приятный, то и люди хотят с ним рядом быть, и Всевышний с ним хочет рядом быть. Если человек злой, грезкий, агрессивный, конфликтный, то люди не хотят с ним быть, и Всевышний не хочет с ним быть. Как это выражается? Конфликты, скандалы, суды, обиды – все. Значит, если ты живешь по Торе и действуешь по Торе, тогда ты найдешь хэн, найдешь милость и сэхэльтовы, хорошее отношение в глазах всесильного и людей. Дальше идет, пятый отрывок. Прямо эта глава, прям каждый отрывок, вот их надо запомнить и повторять, повторять, повторять. Пятый отрывок. Положись на Всевышнего, доверяй Всевышнему всем своим сердцем. То есть, прям скажи, вот Всевышний, я тебе доверяю, все будет хорошо, ты меня любишь, все будет хорошо. Все. Положись на него всем своим сердцем, валь бинатха и на свою сообразительность, аль тишэн, не опирайся на свою сообразительность. Знаете, есть, сидит преступник какой-нибудь, да, все, он все расчертил, 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 расчертил. Все, значит, вот прямо сейчас ограблю банк, да. Я вам скажу, что 90% тех, кто грабят банки, убивают и так далее, их находят. То есть, раскрывается, это больше половины преступления практически, 90% убийств, например, раскрывается. Теперь, ну все эти люди, которые это делали, они что думали? Они думали, что они все рассчитали, что они все, у них такая сообразительность, прям дальше некуда. Все, положись на Бога всем своим сердцем, это надежнее в миллион раз, чем полагаться на свою сообразительность. Вот, закончи один институт, второй институт, третий, будет у тебя все хорошо. Не будет хорошо, потому что есть люди с тремя дипломами, и ничего у них не хорошо. А есть люди, которые полагаются на Всевышнего всем своим сердцем, и у них все хорошо. Вы скажете, а есть, которые наоборот? Бывает, тоже бывает. Но это работает, царь Соломон все-таки, лучше на него полагаться. Седьмой отрывок, это для тех как раз, которые сказали, бывает наоборот. Вот, седьмой отрывок, царь Соломон, прям сразу отвечает. Альте и хохамбе и нехо, не будь умником в своих глазах. Бойся Бога, высур мира, и отодвинься от зла. То есть, тебе какая разница, что бывает так, бывает не так. Тебе дали конкретную систему, как получить в жизни все. Значит, отодвинься от зла, делай добро. Бывают по-другому, бывают, но зачем тебе делать зло? И тогда это будет выздоровление для твоих костей. Выздоровление будет рифут, тьели, шареха. Будет для твоего тела, для твоего мяса будет выздоровление. Вы шикули от сманатеха. И наполнятся твои, от само твои кости тоже наполнятся силой. Почитай Всевышнего из своего имущества, из первых первинок твоего урожая. То есть, понимаешь, что, как говорил царь Давид, от тебя все и твоей руки дадут тебе. То есть, когда тебе Всевышний дал дом, надо повесить мизузу. Тебе не говорят, повесь мизузу до того, как он тебе дал где жить. То есть, все Всевышний дает каждому из нас. И в нем заложена часть, которую нужно тратить на взаимоотношения со Всевышним. И что тогда будет? Десятый отрывок. Веймалу асамеха сава. И наполнятся твои амбары сытостью. Ветирож и кавеха и фроцу. И виноградники твои просто будут брызгать виноградом вокруг. То есть, будет благословение во всем. А дальше, ну, почитайте эту главу. Глава шикарная. Шикарная глава полностью объясняет, зачем учить Тору, как она работает. Значит, и закончим мы прекрасным шестнадцатым отрывком. Орах, ямимба, ямина. Долгожительство с правой стороны от Торы. У бисмала, а с левой стороны богатство и почет. Все, чтобы у нас было и долгожительство, и богатство, и почет. И долгие дни. И шнот хаим. Вэ шалом. И чтобы были долгие дни, долгие годы жизни. И шалом. Чтобы был мир внутри. Мир в семье. Мир с близкими. Мир во всем мире. Слова Торы и Юсифу Лах добавят тебе. Все, чтобы Всевышний в заслугу. Что мы учим Тору. Чтобы он дал нам все-все благословения, которые есть в Торе. Все, запишите, пожалуйста, свои инсайты. Запишите, что для вас открылось сегодня во время изучения Торы. Что для вас было важно. Что вам надо запомнить. Что вы завяжете на горло свое и запишите на скрижалях своего сердца. Напишите красиво свои выводы. Повторите их вслух. Завяжите их на горло свое, чтобы их запомнить. Закройте глаза. Представьте свои выводы. Или те отрывки Торы, которые вы хотите запомнить. Прям как будто бы вы пишете их внутри. На какой-то доске или на какой-то стене. Или огненными буквами можно прям слова Торы. Чтобы они были записаны, как сказал царь Саламон, на скрижалях вашего сердца. И чтобы Всевышний вам дал благословение. Потому что вы подготовились для этого. Все. До завтра. Счастливо. Завтра, смотрите. Завтра, секундочку. Я открою сейчас календарь. Завтра у нас будет урок в 11. На час позже. Извиняюсь. Но у меня завтра есть одно очень важное срочное дело. И урок по этому Торы будет в 11.00. В 11.00. Хорошо. Завтра урок Торы в 11.00. Я прям поставлю сейчас сообщение. И значит вы будете знать. Все. Счастливо. Удачи. 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 Продолжение следует...